Друзья, идем с наступившим Новым Годом. Так, ну что, фух, работа у меня маленькая прекратилась, поэтому есть возможность подвести итоги года. Сегодня этим с вами на стриме и займемся, но еще кое-что интересно. Уже 4 число, время бежит, обалдеть, января. Ну что, как отметили праздники, встретили, думаю, все посмотрели нашего президента Путина Владимира Владимировича. Да, укажу свое мнение по поводу этого всех дел. Ну что ж, вот такие вот дела. Сегодня, значит, что по плану, подведем итоги прошлого года вообще, по-моему, ну, каналу, по играм, что прошли. Что удалось, что не удалось, что было интересно у меня в жизни, помимо игровых всех тем, тоже все дорасскажу. Хотя я много чего на стримах рассказывал, но все же, может, кто-то и не слышал. Что ж, давайте скоро начинаем, погнали. Что-то поздновато начинаешь. Да, кстати, не мог никак, в общем, я работал, поэтому, увы, никак не получалось. У меня ни первого, ни второго числа, ни третьего выйти на стрим. Уже скоро 2024 год, начнется с нового года. Спасибо, Алекс. Спасибо, поддержка. С нового года, да. Действительно, время бежит, пипец. 21-й год и 22-й просто пролетело, я вообще не знаю. Я дни, ну, не то что дни, я месяца не успеваю считать. Вроде бы начало месяца, да, уже 4-е число. Там маленько, чуть-чуть, пару, тройку стримов пройдет и уже, уже будет и февраль, ну, а там уже и потепление. Благо, у нас, наконец-то, тепло настало. В общем, хоть это маленько приближается. Меня радует. Так, ну что, не буду я тут жаловаться. В общем, да, что год там плохой, все в таком, сами все знаете, что у нас началось в феврале. Ну, в общем, еще давно уже все начиналось, и не только в феврале. Особенно в играх, да, что теперь ничего у нас в России не купить, и тому, и сему. Ну, вот, ну, так же, как и, ну, большинство людей, так же, как и я, потеряли работу. Я этот год, ну, прошлый год уже, конечно же, долго мучился, там, в общем, искал варианты. Ну, короче, что-то интересно так и не нашел. Пришлось подустроиться, в общем, в такси, поездить, как бы поломал нафиг машину. Ну, об этом все попозже расскажу. Ну, вот, не сказать, чтоб шибко я там что-то заработал. Ну, как говорится, на хлеб насущий хватает. Привет, Андрюха, с наступившим. Спасибо, спасибо большое, привет, друзья. Так, ну что ж, давайте начинать, погнали. Чтобы как бы сильно не затягивать. Значит, сейчас подведем итоги года, потом посмотрим кое-что еще. Сегодня также, если кому интересно, кто-то хочет поздравить, если по Дискорду, пожалуйста, присоединяйтесь, выходите на звук. Ну, в общем, в группу, я там это открыл. Голосовой чат, в общем, если кому интересно, добро пожаловать. В общем, ссылка, если кто-то новенький, ссылка в описании есть, найдете, разберете. Думаю, знаете, как что сделать. Вот, ну что, погнали. Ну, в общем, у меня есть, как бы, ну, группа ВКонтакте, в Дискорде. Вот. Значит, что у нас тут интересного, в общем, произошло, давайте смотреть. По сравнению, да, если сравнивать, буквально, я начал стримить в 2000, обратимся к истории, чуть-чуть в 2014 году. Ну, где-то я стримы начал смотреть в 2011, там, 12-13, я думаю, как бы не стримил, да, и тогда некогда было, и, в общем, ну, реально тяжело было. Вот. А потом я решил, короче, в общем, попробовать сам. Ну, у меня один знакомый, короче, в общем, там, говорит, давай, Андрюха, это, ну, попробуй, там, туда-сюда. И, в общем, как-то начинал я на Good Game, и вот это вот все. Там еще был канал Gamers TV, еще тогда SK2 TV, вот это, ну, короче, давненько. И, в общем, как-то до 2021 года, даже до 2020 где-то, скорее всего, все перло вообще неплохо, да. То есть был неплохой прирост, неплохо познакомились со многими, с ребятами, с друзьями. С 2020 где-то вообще начали поддерживать и донатить, как бы. Всем спасибо, ребят, большое за денежку, кто-то присылает, помогает. Вот. И, в общем, как-то все росло. А с 2020 у меня там, ну, произошла тема, в общем, с жильем. Я почти год не стримил вообще, но просто возможности не было. У меня был упакован компьютер, и, как бы, не до этого было. Ну, а потом я вернулся в 2021, вот, если прошлый новогодний стрим, кто смотрел. В общем, там, как я съездил во Владивосток, если что, есть записи на YouTube и на Twitch, и в ВКонтакте, в группе, если что, посмотрели. Посмотрите. Если, как бы, не знаете где, ну, вот, прям, в сообщество ВКонтакте открываете, заходите, тут видео, да. Я тут разные видосы скидываю, которые, к сожалению, на YouTube банят. Вот у меня серия, вот, Night for Speed. Нажимаете показать все. Ну, вот здесь открываются видеозаписи. Ну, и вот итоги 2021 плана на будущее. Короче, как-то так. Советую посмотреть довольно. И интересно, в общем, было. Вот, в общем, как-то так. Ну, в общем, погнали. Еще раз всех. С наступившим уже, в 23-м. С наступающим. Угу, с наступающим. В 2024-м. Спасибо. Спасибо большое. В общем, какие были дела. И пошло, короче, в общем, опять же, к истории. Все на спад. В этом году, ну, в 22-м, да, который прошел, прошли с вами 21 игру. Но это именно сюжетные игры, которые были. Вот, плюс были еще игры по онлайну. Ну, вот, некоторые с вами там, по-моему, штук 5 мы играли. Собирались там с Орешком, с Данте. Данте в этом году вообще куда-то пропал. Ну, видать, на работу новоустроился. С Серегой собирались, играли. Ну, вот, помню, с Юрием тоже играли. В прошлом году, ну, я купил PlayStation 4 Pro в начале года. Были стримы с Соньки, да. Как помните, Bloodborne там. Даже Платин удалось выбить. Uncharted прошли. Но, в общем, пришлось. По, как говорится, финансовым проблемам. Как бы, плойку продать. Ну, и, в принципе, что произошло, да. В начале года, все, знаете, все игровые компании ушли. У меня там был еще подключен PS Plus. PS Plus закончился. Все как-то не купить там. Или через костыли, через другие страны. В общем, создавать аккаунты. Ну, вот это вот все втридорого, короче. Ну, в общем, я решил с вами продать. Ну, и надо было кредит. У меня там мой, как бы, такой дороговатый закрывать, короче. Вот. Поэтому, в общем, в этом году постараюсь, как бы, пройти побольше, да. Вот у нас, например, 2000, самый такой плодотворный год, по-моему, 18-й. Было 19-й, я сейчас точно уже не вспомню. Мы прошли с вами тогда 72 игры. Ну, это реально было, как бы, ну, тогда топово. Хотя я тогда работал. У меня была основная работа. То есть, я, ну, днем работал, вечером приезжал, стримил. Ну, что-то как-то так потихоньку, помаленьку. Ну, в общем, было вообще-то круто. А тут всего 21. Как бы, немного. Ну, давайте посмотрим, какие игры мы, в общем, прошли. И что там в дальнейшем. Так, ну, как вот, 21-й у нас был Bloodborne. Вот Dead Space, кстати, с Серегой мы играли в онлайне. Я в другой плейлист это перенес. Значит, Stalker у нас был, Ветер Времени. Ну, в общем, был Stalker. Stalker тоже моды. Как бы, Stalker игра мне нравится. Моды будем продолжать. В общем, прошли Uncharted 2-й, 3-й. На 4-й тоже обязательно. Ну, уже не на PlayStation, уже на PC поиграем. Пиратский я пока, как бы, все бегут на торренты. Вот, но я не готов пока, ну, пиратить. Хотя, в принципе, что, спиратил, да проблем нет, да. Поэтому как-то, ну, нет. Буду, короче, ждать. Игры пока вообще дорогие. Там по 5 тысяч даже на компьютер. Поэтому как-то, нет, такая тема, короче, не проканает. Вот, значит, чего у нас начался-то, в общем, 22-й год. Ну, как бы, закончили мы на Dark Souls 3. Прошли полностью. Ну, со всеми DLC, короче. Отлично, мне понравилось. Зашло. Да, игра намного красивее, чем в Dark Souls, там, даже Remastered 1 и 2-й, шкаляр, там, Edition, да. Ну, как бы, мне зашло. Вот. Но в то время, когда я играл, были отключены сервера. На данный момент уже, наконец-то, все включили. Короче, теперь у всех Dark Souls снова работают сервера. Но пока в этом году уже, кстати, под конец года все вырубили. Вот. Также Dark Souls 3 планирую на новой игре плюс прохождение и с этим, с голосовой озвучкой от Game Voice. Благо, они полностью упустили голосовую озвучку. Там много принимало и стримеры, и с других всяких там сообществ. Ну, как бы, очень много людей переводили. Кто-то говорит, перевод полное дно, кто-то, наоборот, говорит, перевод хороший. Поэтому как-то, ну, я, как бы, планирую, да. Ну, давайте, как бы, посмотрим, да, как бы, что там за перевод. Ну, здесь такая, короче, CoreBikeWay. Ренда голосового сервера. Не понял. Где их не сайт Game Voice? Так, погодите, Game Voice. Чуть-чуть не то открыл, что ли? Библиотека локализации. Да, я не то маленько открыл. В общем, у них недавно был стрим. Ну, есть, как бы, игры, которые мы будем играть. Это вот Control обязательно. Мы в этом раздавали в Rockstar'е. Alan Wake Remaster тоже обязательно. Надо будет с русской озвучкой, хотя Alan Wake оригинально мы проходили. Resident Evil обязательно 2-3 с русской озвучкой. Откровения, кстати, недавно прошли. Также только группа MVO, а не Game Voice, другая. Занялась озвучкой Resident Evil 4, что довольно тоже, кстати, неплохо. В общем, Ревелочем второй прошли. Вот американский кошмар есть у нас с Alan Wake. В него я, кстати, не играл. Тоже обязательно надо будет на стриме поглядеть. Ну, вот. Бордой тут они занимаются. Bullet Storm. Ну, не знаю, как бы. В принципе, в оригинальном игру прошли. В Remastered было бы неплохо поиграть. Вот, значит, Dark Souls у них. Ну, вот эту тему можно дать. Это обязательно. В этом году, то есть, ну, Dark Souls будут продолжать. И Remastered у нас версия на новой игре плюсных прохождений еще висит. Ну, в общем, тут вот много актеров. Прям нормально. Ну, кто-то говорит озвучка дно. Ну, я послушал, посмотрел. Мне понравилось. Поэтому, в общем, обязательно, как бы, это поиграем. Так, вот они Silent Hill, кстати, озвучили. Очень мило какой-то. Ну, и на этом пока все, да. На этот год, кстати, Silent Hill 3. Вот мы на Silent Hill серию проходили. На третьей части прошли. Первую там на эмуляторе PlayStation. Вторую уже проходили ремейк-версию какую-то там модовскую. Silent Hill 3 прошли тоже. И как бы, но без русской озвучки. Поэтому с русской озвучкой тоже, как Динбойс, выпустит. Поиграем. Ну, холлбэйт. Ну, пока, говорят, еще долго будут это дело переводить. Ну, в общем, как-то так. Поэтому, в общем, Dark Souls с русской озвучкой будет. Также поиграли в Home of World. Начинали с ремастера. Да потом что-то я как-то подумал. Не, в общем, удалил ремастера. Думаю, дай-ка поиграю в оригинальные игры. Это было в начале года. В общем, мне зашло так, что я игру аж прошел два раза. То есть я ее прошел с оригинальной английской озвучкой и с русской озвучкой. Вот. Космическая космоопера, стратегия. На ютубе я запарился. Ну, там очень классная музыка. Вырезали контент. Блин, еле-еле, короче. Привет, Андрюха, с Новым Годом. Привет, спасибо, друзья. Чатик я читаю, но сейчас расскажу, в общем, потом. Привет, присоединяйтесь. Спасибо там за лайкосы, кстати, в ВКонтакте. Вот, в общем, зашло. По Home of World у нас также из оригинала будет Home of World Cataclysm. Это дополнение. Сейчас в Гоге она маленько по-другому там называется. Сейчас даже посмотрим, как. Так. Каркат, по-моему, или как-то ее... В общем, ее переименовали. А, вот она. Home of World MRG. Вот это вот, короче, тема. Он вообще 29 рублей стоит. Сейчас скидки, короче, будут на распродажах. Но, к сожалению, как-то не купить. Ну, или только через какие-то пополнения. Там тоже баланс. В общем, мы также на движке вот этой классики обязательно поиграем. Кстати, вот это дополнение, которое Cataclysm, MRG, что называется сейчас, его не ремастерили. То есть, ремастер была только первая, вторая. Вот. Ну и, в общем, поиграем тоже. И, в общем, в это дополнение Cataclysm, которое раньше называлось, и во вторую часть. Далее, в общем, пошла тема по Call of Duty. В общем, я приобрел иметь оригинальный Call of Duty. Ну, там тоже по скидочке прошли с вами первую Call of Duty. Ну, в общем, классика такая довольно интересная. Также Uncharted 3 был в начале года на прохождении. Call of Duty прошли United Offensive. В общем, зашло. Как бы круто. Кстати, Uncharted 3, тоже многие как бы на него ругались, но он мне как бы понравился. В принципе, вот Uncharted, я даже играл, ну, уже без стрима, когда я уже после прохождения на стриме. Я выбил платину во всех частях. Вот, ну, прям мне как бы понравилось. Встретить сейчас самое тяжелое и самое интересное. Как вторая, говорят, самое довольно топовое. Ну, у меня такое мнение. Во, в общем, прошли Call of Duty. Тоже довольно-таки неплохо. Ну, классика, как говорится. Ну, вот так же в прошлом году проходили GTA Vice City. Vice City вообще будет очень интересная тема. Пока по GTA, значит. Следующая часть сейчас San Andreas. В общем, третью часть Vice City мы с вами прошли. San Andreas тоже поиграем. В общем, но фишка в том, что... Ну, сейчас же Aromastered версия есть. Да, пока я его купить не могу. Ну, я не успел его купить до всех этих закрытий из студии, когда вышли. В общем, San Andreas поиграем обязательно в классический. И, в общем, там разрабатывают озвучку. Уже MBO анонсировали. Я, кстати, в группе в Discord, если кто не смотрел, скидывал, ну, видеоролик. Сейчас запускать не буду, чтобы всякие там не было претензий по этому позаву. Ну, от YouTube. И, в общем, от MBO будет озвучка. И озвучка довольно есть крутая. Один человек разрабатывает. Правильный перевод, по-моему, или как-то так называется. В общем, Vice GTA 3, Vice City тоже еще обязательно вернемся. Не знаю, Kramastered версий или оригинальный. Посмотрим. Ну, San Andreas следующий в этом году обязательно. Ну, обычная классика. Также начал играть в Mortal Kombat. Хотел все три части пройти с залпом, но... Попозже расскажу тему. В общем, когда я играл в Mortal Kombat, у меня тогда сильно машина поломалась. Ну, хоть я там стрел на бабки. Тоже помню, долго стримов не было. В общем, как-то Mortal Kombat я подзабросил. Хотя установил все части вот 9, 10, 11. Ну, так и не проиграл. Поэтому обязательно к Mortal Kombat вернемся. В общем, ну, обязательно, то есть, да пройдем. Heavy Rain. Heavy Rain, так, ну, кстати, вот это было в марте. Да, тоже я начал. И во время этого я играл в Mortal Kombat и Heavy Rain. Heavy Rain почти... Ну, не почти прошли, но дошли довольно-таки далеко. Чем занимаешься над духом? Итоги года подводим. Как дела? Вот. И, в общем, как-то тоже подзабросил. Ну, тогда я подзабросил не по своей вине. Ну, короче, так как-то вышло. Вот. И, в общем, вот Mortal Kombat и Heavy Rain. К Mortal Kombat я точно вернусь. А вот Heavy Rain в этом году не знаю. Посмотрим. Ну, обязательно, да пройти будет надо. Будет все-таки управление там тяжелое. Я уже подзабыл. Ну, в принципе, можем будет самые записи старые пересмотреть. Вспомнить, как, что, почем. Ну, как постараюсь. Но в Mortal Kombat точно вернемся. Вот. Потом, в общем, в марте. Вот было в прошлом году. Я темный душ и Remastered начал проходить. Мы, кстати, дошли достаточно уже далеко. По-моему, до... До-до-до-до-до-до. До куда же мы там дошли? Давайте-ка посмотрим. Те, дошли с вами... Туда. А, все, вспомнил. Дошли, короче, до Honor London. Вот. И, в общем, на этом нарисованы миры реальность. Прошли. И на этом остановились. В прошлый раз я остановился по причине того, что... Здесь можно включить субтитры какие-то. Нет, спасибо. И, в общем, в прошлый раз остановились на том, что... В общем, я решил дождаться открытия серверов. Вот. И вроде как русская озвучка планируется. Но это пока только слухи, что она планируется. Поэтому не знаю. Но, в общем, обязательно к темным душам вернемся. Вот. Потом что-то я решил по классике в апреле поиграть. Видите, разрывы какие-то большие между стримами были. Ну, точно так. Я полмесяца стримил. Там работал как бы и с кредитным вопросом решал. Вот. В общем, вот с этой Exchange Edition Silent Hill. Короче, мне зашло. Тема достаточно интересная. Полностью прошли. Как бы мне понравилось. Ну, как бы с оригинальной озвучкой. И, в общем, так же идет сейчас... Вроде ребята из Game Voice планируется заняться Silent Hill 2. В общем, обязательно, если как-то жесткая озвучка будет, еще раз вернемся к этой игре. Да, она довольно недлинная и как бы мне понравилась. То есть, Silent Hill это как бы 10 за 10 за свое время. Вот единственная игра, которую я скачал. Это Final Fantasy Remake Integrate. В общем, не сказать, чтобы прямо уж сильно как-то мне там зашло, понравилось. Но, в принципе, в принципе, неплохо. Все достаточно хорошо. Как бы приятный геймплей. Хороший русификатор, кстати, поставили на игру. Ну, и все в таком духе. Ну, и как бы тут ролики, заставки просто вообще шикарные. В общем, мне игра понравилась. Прошли с вами оригинал. Еще есть дополнение за Юфи. Ну, в общем, я как бы эту скачанную версию удалил. И хотел приобрести, именно приобрести Финалку. Но, к сожалению, вот как раз в то время, ну, блин, и Сквореникс уже ушла из России. И, в общем, не получилось. И, короче, как-то, ну, облом. В общем, поэтому к дополнению обязательно вернусь. Озвучку на финалку пока к цену никто не делает. Поэтому, ну, не знаю, вернусь ли к скачанной версии. Или дождусь, когда куплю. Ну, хотелось бы приобрести в Steam и потом уже полностью пройти. Также прошли с вами Silent Hill 3. Ну, в общем, финалка где-то мне на 8 баллов зашла. Ну, хорошая игра, ну, можно. Надеюсь, что, который я уже на несколько частей там поделили, да. Надеюсь, что как бы улучшит. Следующие частя как бы сделают интереснее. Вот, в общем, после финалки там тоже был небольшой перерыв. И, ну, и как бы прошли Silent Hill 2. И решил я пройти Silent Hill 3. О чем теперь я очень, конечно, пожалел. Ну, с одной стороны, как бы то, что я прошел игру, я не, конечно же, я не пожалел. Все хорошо, отличный русификатор. Но и бац, только когда игру мы прошли. И тут вам здрасте, короче, звуковая озвучка от Game Voice готовится. Довольно-таки, ну, качественно. Зайдите обязательно на сайт, поглядите там трейлер. Ну, в общем, будем перепроходить обязательно. Плюс там, кстати, в Silent Hill 3. Там есть маленькое разветвление, где можно сделать по-другому. Ну, там несколько концовок. Когда платье на финал фантазии. Да, или кстыта платье, но выгибил в финалке, это я помню. Ууу, что-то давненько тебя стримов, кстати, не видать было. Так, далее. Короче, в общем, потом я пришлось мне устроиться. Вот как раз в конце мая, когда прошел Silent Hill. Долго не было стрима, до лета почти. Ну, я там подустроился. Такси, ну, потому что вообще уже не было денег. Я остался без работы. Короче, ну, в общем, устроился в фирму. Решил поработать. Ну, я там месяц почти работал, зарабатывал. Плюс у меня машина поломалась, но об этом позже. Вот, в общем, вернулся я в начале лета в июне с игрой Ведьмак. Два убийцы королей. В общем, могу сказать так. Игра мне очень зашла. Это действительно игра 10 из 10. Ведьмак я переигрываю. На стриме я вряд ли буду переигрывать. Игра очень, как бы, такая длинная, да. Ну, в принципе, я немного времени на нее потратил. Но сейчас я играю в нее сам без стрима, без всего. Ну, так, когда как. Запущу, поиграю, запущу. Нет. Ну, в общем, в принципе, в игре можно пройти двумя. Ну, вы сами знаете, да, да. Двумя, как бы, моментами. И, в общем... Ну, короче, Ведьмак есть Ведьмак. Надеюсь, в этом году уже вышло там дополнение, да. Которое новое там RTX, там все дела. Видюх у меня 2060. Ну, не знаю, потянет там вот эти все всякие вещи. Нет. Ну, жду, короче, патчи, когда допилят. И, думаю, к лету. Этим летом. После, наверное, скорее всего, прохождения Dragon Age Inquisition. Посмотрим все по времени, друзья. Зависит. Ну, обязательно Ведьмак 3, как бы, тоже на прохождение я планирую. Ну, Ведьмак, как бы, тоже 10 из 10 мне зашло. Потом, в общем, во время прохождения Ведьмака 2 мы с вами проходили Good of War. Ну, в общем, третья часть. Я еще думал, что, кстати, поиграем в четвертую. Ну, у меня она была на плойке, как бы. Ну, в общем, третья часть мне понравилась. Тоже топовая игра. Все-таки, гермастрит версии. Играл я первый раз. В свое время я играл на нем на PlayStation 3. Ну, как-то не проходил. Было дело. Тоже плойку тогда 3 продал. Ну, в общем, мне игра зашла. Понравилась. Четвертая часть тоже обязательно будет. Но уже на ПК. Пока на данный момент PlayStation 5 и прочее. Я просто была брать. Не планирую. Также прошли The Last of Us Remastered версию. Игра мне зашла до того, что, как бы, во время того, когда мы проходили ее на стриме, я ее также выбил платину по ней. Проходил и на, ну, отдельный стрим. Тоже, как бы, мне понравилось. В общем, ну, The Last of Us, что уж тут говорить. Думал, поиграем с вами во вторую часть. Но, к сожалению, второй части на сонке у меня не было. Ну, вроде как, идут слухи, что там Chapter 1 вышла сейчас на ПК. Вроде как, вторую часть на ПК выпустят. Будет круто, неплохо. Вот, далее был у нас, потом опять был небольшой перерыв. Снова там у меня были нюансы, как бы, с кредитом, как бы. Ну, я долго, почти где-то до июля, я вообще, ну, ну, долго, долго, где-то до июля вообще не стримил. Видите, да, то есть, разрывы большие. В общем, начали с Call of Duty. Я вернулся со второй части. Ну, будем серию Call of Duty продолжать. Ну, в общем, вторая часть была, ну, по всем параметрам лучше, чем первая. Там эти солдатики так бегают, интересно. Ребята, кто проходил Call of Duty? Ну, короче, мне понравилось. С Новым годом, Андрюху. С Новым годом, спасибо. Мне понравилось, все зашло. Далее с вами поиграли в Halo. Combat, вот эту все коллекцию, которую, MasterChip коллекция, короче, прошли с вами Halo Reach. Ну, Halo я серию очень люблю. В свое время я играл на Xbox 360, проходил. По-моему, а, ну, три первую часть я и проходил, да, Combat Evolved, нет, не Combat Evolved, по-моему, или третью часть. Ну, вторую точно нет, по-моему, или третью, или Combat Evolved. Я не помню, это было уже больше 15 лет назад. Ну, в общем, на ПК мы начали играть. Прошли Halo Reach, прошли с вами первую часть. Довольно неплохо все зашло. Ну, полностью с русской озвучкой. Уже выпустили, кстати, русскую озвучку на Halo 3. Ну, на Halo 3, да, полностью на Halo 3, о 10, которая есть. Halo 4, она официально озвучена. И на... И, в общем, можно уже, по сути, проходить. Но Halo 2 еще вот в этом году обещают доработать уже перевод. Уже почти, ну, полностью видеоролики готовы. Остались там сюжетные кампании. Плюс, ну, выпустили патч, короче, там, на Microsoft. Теперь титры игра поддерживает. Раньше игра титры не поддерживала. Там, как бы, пиратские наши вставляли. Ну, теперь официально титры игра поддерживает. Но они тоже без русского языка. Ну, я думаю, наши переводчики все сделают как надо. В общем, когда пилят по Halo перевод второй части, сразу пройдем с вами. Я думаю, устроим марафон по Halo и вторую, и третью, и десять, и ну, и, разумеется, четвертую часть. Также еще по Halo были стримчики. Но, да, ребят, будут такие стримы, которые... Ну, в общем, когда я играю сам, ну, для себя, без микрофона, без вебки, если интересно, как бы, смотрите. Запускаю на VK Live. В общем... Ну, и, как бы так, Halo я переигрываю на максимальном уровне сложности. Ну, как бы, игра мне всегда заходила, нравится, нравилось. Но, если интересно, приходите. Как бы, такое... Ну, что-то все равно, если что, сюжет обязательно буду укладывать. Далее был Call of Duty, после Halo прохождения Modern Warfare. На этом мы с вами и остановились. Это, ну, короче, как бы, получается оригинальная часть. Там уже, конечно, Call of Duty очень много всяких разных. Ну, вот, и следующее у Call of Duty у нас будет Call of War. Это последнее Call of Duty, которое я купил. Там потом у меня начинается большой разноброс. Там какие-то у меня куплены Black Swaps, еще какие-то. Ну, короче, буду докупать, ждать. Ну, пока сейчас ничего не купить, к сожалению. Ну, или, как говорится, за офигенные деньги. Ну, в общем, такие вот дела. Далее, в общем, начали с вами проходить Dune 2000. Тоже довольно интересно. Мне все зашло. Было у нас два стрима по Dune. В общем, с переводом VHS. Довольно-таки интересно переводовать. Вот, тут чуть-чуть включу. Из тех людей, кому ведомо сострадание. Ты здесь из-за пророчества. В общем, вот такой вот переводик. Dune начали играть. Во время Dune у меня еще был StarCraft Remastered на прохождении. Что довольно-таки тоже, короче, все это тянулось, тянулось, тянулось. И, в общем, Dune как-то я подзабросил. А, мне там посоветовали переустановить, помню, версию. Что-то я версию переустановил. Потом переключился на другую игру. И Dune так не прошли. Поэтому в этом году Dune мы обязательно с вами. В общем, короче, продолжим. Игра как бы отличная. Вот, также в этом году решил поиграть, пройти Spider-Man. Потому что вышел у нас Человек-паук, да, с PlayStation 4, который на ПК. Но это Spider-Man, который входил очень давно. Тоже на ПК. Его сейчас на данный момент не купить. Я еще когда-то его покупал на диске. Активировал, в общем, ключ. Но это как бы старенький, как-то Человек-паук. Но довольно интересно. В общем, мне понравилось. Не сказать, чтобы он как-то там лучше, чем первая часть. Да, они, в принципе, идентичны. Какие-то моменты мне зашли. Какие-то нет. Потому что я помню, как бы, есть Spider-Man и Мэзик. Первый, второй. Это по фильму себе. Игра сделана по фильму, короче. В общем, понравилось. Такая крепкая игра на 8 баллов. Ну, конечно, вот это новый Человек-паук, который с PlayStation. Прямо, ну, там еще, вообще-то, вообще-то, будет как бы офигенно. Ну, вот такие вот дела. И, кстати, на удивление, Человек-паук, та игра, вроде бы, как бы, не новая, да. Но, например, первая часть у меня там собрала десятки тысяч просмотров на YouTube. Вторая часть, конечно, не такие большие просмотры. Но тоже довольно неплохо. У меня в среднем просмотры идут где-то на видео, там, от 20 до 50. А тут вот, вроде бы, недавно стримил, а тут уже 500 просмотров. Поэтому, да, Человек-паук нравится. Это радует. Поэтому новые части, пиратские я точно не буду, как бы, проходить. Но, как куплю, короче, играю. Также потом в августе было прохождение с PlayStation 4 Assassin's Creed The Ezzo коллекция. Короче, это у нас Remastered полностью коллекции части 2. Части Brotherhood и части Reversion. В общем, неплохо. Да, полностью подтянули графоний. Единственное, что игра на PlayStation 4 Pro, даже видите по картинке, работает в 30 фпс. Я, как-то, мне это было вообще печально так играть. Ну, в общем, там, всем, как бы, маленько подотривык на телеке. Оно намного... Кстати, вот, чем вот если играть... Почему многие говорят, что на... Иногда, да, ну, какая разница, 30 фпс или 60. Когда ты играешь на мониторе, ну, на компьютерном, да, ты эту разницу чувствуешь, когда у тебя 60 фпс и когда 30. Как бы, ну, реально игра как подлагивает. Когда ты играешь на телевизоре, особенно там 50 дюймов, да, там есть фильтры. То есть там, когда идет на телеке 30 фпс, ты не замечаешь этих дерганий и картинок, потому что там, ну, фильтр тебе сглаживает. То, ну, я забыл, как правильно технология называется. Ну, в общем, на новых телеках она все есть. А вот на мониторе, как бы, играть не очень. Короче, что-то я... В общем, дошли мы достаточно далеко. И, кстати, вот на Assassin's Creed у меня закончился фпс плюс. Тогда я решил выставить плойку, посмотреть, как, ну, по деньгам. Ну, мне нужно было закрывать кредит. Я тогда на деньги попал жестко, работы нет. Такси, как бы, особо не заработаешь, только на хлеб, на еду, как бы, вот. И, в общем, я выставил, думаю, так, выставлю, попробую дорого, да. Как бы, и цены тогда были, как бы, высокие везде. И у меня буквально, вот, я выставил объявление. На второй день у меня сразу же позвонили. Ну, сказали, готов приехать, ну, купить. Я говорю, детство, говорю, ребята, я торговаться не готов. Они, говорят, нас устраивает. Ну, все, ребята, приехали, Соньку продали. Ну, забрали, то есть, потом я еще диски отдельно продавал. Ну, там, другая история. Ну, короче, как-то так. Думал, может быть, взять там Xbox One, но, как бы, все деньги ушли у меня на клиник, короче. Ну, вот, далее, в общем, что у нас было, после этого я начал, также был долгий перерыв, почти месяц, да, но отработал кредит и, как бы, зарабатывал еще тоже. В общем, далее было у нас сталкер связной, вот уже в сентябре, кстати, в конце сентября мы с вами начали прохождение. В общем, это три части у нас будет сталкера, сталкер связной. В общем, хороший мод, отлично, мне понравился. Далее, потом, резко я переключился на другую игру. Это, конечно же, Assassin's Creed Black Flag. Мы его с вами проходили, по-моему, в 2015 году или в 2016, не помню точно. И тут я бы играл в перепрохождение, но уже, как бы, с мощностью системы. То есть, хорошая, отличная графика, да. В общем, мне зашло игру Black Flag, как и прошлой части все, я прошел на 100%. Играли долго, ну, весь октябрь почти проходили. Во время Black Flag мы играли в сталкеры, иногда переключались. В общем, плохая кампания. Это вторая часть мода связного. И следующая часть мода, как раз вот следующая часть мод по сталкеру, у нас будет сталкер 2 масон. Это, то есть, как бы, первая часть связной с Gunslinger модом, плохая кампания, это пролог, как бы, там вот этого всего. И масон, это и продолжименная и вторую часть. Ну, в общем, короче, поиграем обязательно. Вот, далее, после Assassin's Creed, да, в общем, я так подумал. Ну, тоже там был, короче, перерыв небольшой, наверное, недельку с чем-то. И пока я работал, я думал, чем, ну, как раз вот пришли морозы там стояли. Маленько, когда потеплело, у нас, кстати, рано морозы пришли. Ну, прям вообще очень рано, наверное, с октября как-то начало, ну, прям в ноябре где-то в начале, как минус трицаха ударило, там две недели долго стояло. И, в общем, я так подумал, по-моему, прошли Black Flag, почему бы не поиграть в Assassin's Creed серию, вот эту Unity и Синдикат. И, короче, следующую часть мы Unity тоже прошли на 100%, и даже поиграли в онлайне. Также я поиграл уже без стрима, там до конца до прошел, все миссии онлайновских посмотрели, которые посмотрели на стриме, но с выполнениями, слоями уже. В общем, видите, мне понравилось. Следующий у нас будет Синдикат. Пора Red Alert 3 еще. Red Alert 3, да, кстати. Из Red Alerts мы с вами проходили. Ну да, кстати, Алекс, пора бы, но еще не пора, потому что перед Red Alert 3 у нас Dune, ну, Dune надо пройти, потом... В общем, мы с вами прошли Tiberian Sun. Я бы еще раз, наверное, хотел перепройти его, не знаю, посмотрим. Ну, как, ребят, по времени, короче. Но если нет, мы с вами прошли Tiberian Sun. Red Alert, ну, с дополнением, хорошо, что Red Alert 2 у нас был. Да, следующая часть у нас команда Conqueror 3. Ну, там уже хорошо, что она в стиме уже с русской озвучкой, со всеми этими делами. Потом у нас Red Alert 3, про которую... Она полностью русская, да, я в курсе, она в стиме полностью русская музыка, я знаю. Red Alert 3, потом Red Alert у нас не Red Alert, а как она команда Conqueror 4. Ну, тоже, ну, к этому я еще планировал вернуться в году 2017-18, но что-то пока подзабросим. В общем, прошли Assassin's Creed Unity, отличная тема. В общем, с полным прохождением прям было вообще ништяк. Дальше, следующая у нас, значит, игра. Следующая у нас игра была StarCraft Remastered. Ох, ребят, это было, в общем, с 2020, по-моему, года, когда я начинал играть. И закончил игру только проходить в конце года Remastered версии. В общем, прошли последние... В общем, StarCraft тема такая. Ну, наконец-то мы уже можем начинать проходить сюжетный StarCraft 2. Вот этого я очень жду, потому что StarCraft 2, кроме онлайна, сингл, ну, по сюжету я не играл. В общем, проходя StarCraft оригинальный, который, да, это было давно, по-моему, в году 2015-го мы с вами проходили. Полностью вот тогда прошли, тогда я ставил русификатор с русской вот этой озвучкой и прочее-прочее. Но у меня не было, как-то сказать... В общем, не знаю, не было проблем при прохождении. Ну, вот. И StarCraft Remastered, я не знаю, может, разработчики уже новые, да, которые в Blizzard, старые разработчики уже все ушли давно, которые даже Remastered разрабатывали. Я не знаю, может, с патчами что-то накачалили. Или что, последние три миссии, если хотите, просто посмотрите финально сюжетный ролик. Это было что-то, короче. В общем, сейчас я вам даже его запущу. Если пропустили, кто пропустил стрим. В общем, как мы здесь воевали и боролись. Так, где-то подито. Это просто была полная дичь. 8 часов ушло на стриме на полное прохождение. Короче, смотрите, что происходит. В общем, последние три миссии. И только в последней миссии мне пришлось применить, к сожалению, пароль, чтобы как-то его пройти. Потому что я пробовал и так, и сяк. И потом даже после стрима я пробовал, переигрывал. Смотрел запись свою стрима, вот этого, который 15-го года. В оригинальной игре такого косяка не было. То есть фишка в том, что... Видите, что происходит? Я не мог убивать никак Ротоса Кринитов. Не в предыдущих миссиях, не в последних. Мне кажется, все-таки косичкунулись с патчем. Потому что он просто пипец. То есть полностью карту всех убили, а с Протоса просто не убивались. И когда я смотрел, ну, в общем, свою классическую версию такого... Ну, это баг. Это реально баг. Но мне кажется, что-то с патчем изменения внесли. В общем, ну, 8 часов ушло. Но, слава богу, прошли. И можем уже присоединяться к второй части. Далее, в общем, у нас Bioshock игра. Тоже долгострой, так сказать. В общем, это Renier Master, это оригинал. В общем, начинал я его в начале 2021 года. Ну, и, в общем, по итогу, к сожалению, так 2022-м не прошел. Ну, в общем, ближайший стрим будет по Bioshock. Надо уже допройти. Ну, и первую часть, как бы, тоже проходим. Уже два года игру, короче, вот так. Ну, в общем, на этом сюжетные игры все. Далее мы играли в онлайн. И какие-то видеозаписи я оставил. Вот мы с Юрием гоняли в Готус Тусиму. Revelation Raid мы играли. Много достаточно интересно. Может быть, к рейду, кстати, в Revelation я еще вернусь. Корабль Призрак мне удалось пройти, но не удалось прокачаться до конца. Я хотел все достижения выбить. В резиках у меня во многих частях. Почти во всех, кроме 6-й, Revelation 1-й. То есть, все вот эти классические издания. Ромастера, да, 4-й резик, 5-й. Там у меня все достижения выбили, ну, трофеи. Есть у меня такая тема. Именно резики, это моя одна из любимых серий игр. И, в общем, которые игры мне нравятся самому. Я их прохожу, ну, прям задрачу, так сказать, задротствую. Ну, прохожу на полный 100%. В общем, как-то так со всеми трофеями. Потом был что-то Uncharted, я вот в погоне за трофеями тоже пару стримов делал. Ну, ну, не до конца. И, в общем, как-то пошла тема горячая. Варкрафт 3 сюжет тоже нормально, которая там Фрозен Тронс и летит, типа того. А что там на ВК лайф? Ребят, ну что, на ВК лайф косячит у кого-то? Сейчас, погодите. Я проверю. Да, нет, все хорошо, все работает. Вы правы, я не, я не вижу проблем. По Варкрафту 3. Алик, в общем, Варкрафт 3 тоже хочу пройти, но не Варкрафт 3 мы проходили в свое время вместе с Фрозен Троном. Но есть вот эта вот новая, которая, как она там, у Близзард называется. О, сейчас давайте посмотрим на Близзард. Уже Diablo 4 тут, короче, 6-го числа уходит в июне 6-го месяца 23-го года. Варкрафт 3. А, Рефорж, которая, это, в общем, ну, ремастер, да, как бы многие на него ругаются, но вроде я как посмотрел по видосикам неплохо. Там видеоролики подтянули, графончик как бы улучшили. Я поиграть бы хотел. Вот. Но если они там как-то, я не знаю, запороли так же, как и, блин, не дай бог. В Старкрафте 3 ремастера, это просто будет пипец. Обидно, конечно. Но это дело будущих. Вот. Далее играли мы с Серегой с Dead Isle Island онлайн. Тоже как-то это было давно, но, в общем, что-то как-то мы недопрошли его. Ну, не до конца. По-моему, мы кого-то хотели с собой в пати присоединить. Ну, я, короче, помню, что подзабросили. Игла, и такие игры я особо не играл, но игра мне понравилась. Вот, Серега мне, кстати, по-моему, подарил эту игру тогда в Steam и, в общем, порубились. Был стрим World of Art Z по онлайн тоже достаточно. Немного гоняли, какие-то записи оставил, какие-то нет. В Dead Space 3 погоняли, вот, Серега тоже прошли полностью вместе с дополнением. Alien Colonial Marines тоже поиграли тогда в онлайне, было неплохо. Кстати, Alien Colonial Marines я собираюсь полностью пройти сам. Сюжетно, как бы, ну, в общем, у нас из Aliens будет, Aliens я тоже уважаю серию, будет, который Aliens, это, ну, где, за я эту играешь? От первого лица. Aliens был, как она и называется, более правильно. Изолейшн, по-моему, вот. Но будем проходить ее на максимальном уровне сложности, так же, как и Alien Colonial Marines. Потом я пробовал ммошечки Black Desert Mobile стримить, в общем, я играю на нее на мобильном, сам прекратил стримы, думаю, нет, проще самого играть. Также погоняли в Mass Effect 3 онлайн, потом с Серегой достаточно плотненько играли в Splinter Cell Blacklist онлайн. Кстати, по Splinter Cell в этом году, кстати, составил список игр, планирую, в общем, прохождение. Во-первых, там первые три части есть, ну, они оригинальные, которые, на них есть моды на текстуры, в общем, полностью с русской озвучкой, совсем, ну, короче, поиграем. Ну, и потом дойдем-то когда-то и до Blacklist'а. Вот, потом играли, как-то было дело Left 4 Dead, что-то порубились. Потом ребята что-то все разбежались, не хотели дальше играть. Я уже играл сам без стрима, ну, в общем, мне понравилось. Потом погоняли маленько Ghost Recon Wild Wild, вот это Wildlands, тоже неплохо зашло. Не знаю, будем в онлайне продолжать или нет, но сюжетно, как бы, спасибо Сереге, кстати, подарил мне эту игру, ну, в Ubisoft. Сюжетно я, как бы, планирую эту игру поиграть отдельно. Ну, короче, по сюжету, там, эти вот, короче, Ubisoft'овские вышки, как говорится. Ну, и Diablo Season, последний стримы, это Diablo Season, значит, что у меня по Diablo, сейчас я вам сразу покажу. Ближайший стрим, скорее всего, завтра будет по Diablo. Значит, по Diablo такая тема интересная, достаточно запустим. Ну, проходим 27 сезон, скоро он уже, кстати, заканчивается. Я думаю, когда выпустят Diablo 4, наверное, уже сезон на третьей части, наверное, вряд ли будет поддерживать. Ну, посмотрим, время, как говорится, покажет. Вот, в общем, вышло падение Тристрама, уже началось. Это, короче, на движке Diablo 3 полностью первая часть. В общем, такая тема, только месяц здесь, в январе, уже, по-моему, она 4 года, как бы, проходит. Или 3, не помню точно. В общем, завтра поиграем, посмотрим, как у падения Тристрама, короче. Вот, и, к сожалению, еще бы мне бы хотелось, конечно же, посмотреть бы Diablo Immortal, но, к сожалению, в играх в России игра недоступна. Можно играть через VPN, можно создавать левый, ну, короче, костыли, костыли через левые аккаунты, а мне так не нравится то же самое, ну, пиратскую версию губиться. Можно играть через эмулятор андроида, но, опять же, тогда будет, там, ну, и фпсик проседать, как на мобильном. И, ну, короче, нет, там, и графика похуже, как бы, поэтому, я, короче, буду ждать, когда, в общем, компания вернутся сюда, в Россию, и тогда Diablo зарубимся, и купим уже эту вторую Diablo. Вот такие, короче, это донатная фигня, да пофигу, пройти по сюжету и забыть, я там, не собираюсь углубляться. Вот такие, ребята, дела, в общем, приходите, в общем, не забывайте поддерживать, как говорится, YouTube, который мне поддает Спейс 3 онлайн. Вот еще бы хотел, жду, конечно, очень сильно Bloodborne, надеюсь, когда мы ее на ПК, в общем, выпустят. В общем, такой вот год был по играм. Не сказать, чтобы много, да, о чем я задумался, то есть, если раньше проходили, там, в среднем, каждый год был по 50 штук, да, там, по 70, то в этом году, как бы, вообще, печаль, беда. Топ донатер, в общем, благодаря трем людям, кстати, выявить этот новогодний еще до сих пор стрим, и вообще, я еще продолжаю, как бы, стримить. Вот, в общем, спасибо большое, ну, слов, конечно, благодарности мало, вот, но, благодаря, конечно же, Сереге, 45, Денису, Денис, это у меня дружище из Красноярска, но, ни разу не виделись, как бы, ну, было дело, пересели, общались, и, в общем, работать по своей теме, но, вроде как, нравится, мне ставим там лайки, приходит иногда на трансляции, в общем, интересно, спасибо большое. Поддерживаю, поддерживаю, вот, конечно же, Орешек поддерживает канал, вообще, в этом году, как бы, поддержаю, вот, сейчас даже я, посмотрим, кто меня в этом году поддерживал, так, дополнительные фильтры. Так, как же здесь делать фильтр? Так, я занимаюсь в января, так, дата окончания и по сегодняшний день. в общем по донатам по общей сумме в прошлом прошлом году значит в этом году поддержали виталька виталька очень давно не забегала дружище как бы еще давно начинали когда-то вместе на геймерс тиви denis виталька серега 45 и орешек все это все да это все все ребята которые меня поддержали помимо тех которые поддерживались ютуба на киви кошелек так сейчас на киви поддержали юленька лёха и макс спасибо вам ребята большое в этом в общем за прошлый год мы собрали в общем по донатам получилось 15000 рублей с 800 это но это прям очень мало даже по сравнению с прошлым годом с поддержкой прошлом году было почти людей больше поддерживал этом подсчитал там около 30 было тысяч но по сравнению конечно стопово стримеров миллионы зарабатывают изучение о чем но как бы в любом случае спасибо всего кто поддерживает помогаете по крайней мере оплатить интернет полностью то есть интернета я держу не какой-то там обычно до 100 мегабит как бы гигабитные за это в среднем уходит 1000 рублей в месяц там как бы пищи сцены дорожают мы сами знаете с чем происходит ну в любом случае спасибо по крайней мере оплату интернета на покупку игр вот этого хватает не жди бладить не я буду ждать максимум и стокари мы кле через 10 назначили здесь на пенсии поиграй очень спасибо еще раз большое но серега больше всех поддержал как бы не пожалел своих пробных очень серега мне помогает за все время там даже страшно страшно называть сумму который поддержал серега также ну таки ну там был видит там было на новогоднем стриме меня дебра поддержал мы так как в прошлом но в любом случае вот ну очень лучшая игровая платформа хотелось бы мне назвать playstation 4 про ну я ее продал поэтому к сожалению увы очень лучше игровая платформа также остается пока ну хотя в принципе на прошке я учат 1 2 3 платина выбил блат двор на платину выбил ну то есть я поиграл так упорник где-то бед на стриме где-то без вот хотел поиграть ведьмака 3 на playstation 4 но посмотрев вот это на мониторе опять же до в 30 fps я сказал нет пока по любому хотя там в общем ну осталось так же короче пк приставки я пока плане планирую покупать никакой не пластейшим 5 не xbox series x нафиг пока все закрыто закрыт пластину все через костыли вот эти все эти как бы дело делать вот в общем лучше цифровой магазин вот в прошлом году разумеется это был steam в этом году это у нас и game store почему epic game store потому что во первых этом купил пару игр это были игры ассасин скрипт значит ассасин скрипт я купил там по скидке пакс 90 процентов плюс купоны я купил ассасин скрипт оригинс которую новую одиссея вот и ну вальга луни брал успел в общем за оригинс за полное здание по там был дешевле взял я за в одиссеев за год и дешевым нам не удали ассасин скрипт 3 там ремастер и ассасин скрипт liberation ремастер которым тоже с вами пришли на 100 процентов ну в общем короче как то так и в общем за счет того что они еще раз давали бесплатные в которые я в принципе ни одной бесплатной игры не запускал ну как бы набрано уже там игр как бы пипец а кстати можно посмотреть даже сколько у нас бери дэнди сега нормально ну дети появятся всевозможны и бенди и сегу взять а пока как-то не серого 45 поддержал на тысячу и сказал привет с новым годом я думаю что за звук что за звук серёга снова было спасибо больше блин серёга не жалеет своих кровных знаю что он не тяжелая работа прямо ну получи спасибо спасибо грамма всех с новым годом у серёга кстати блин это просто пипец мне же как бы не нету текст лагану слов благодарности я даже не хочу сумму называть сколько серёга мне только игр подарил ну это вот кстати давайте посмотрим но у меня есть такая тема называемая как бог гуку . ком кстати устанавливайтесь и галакси обязательно и в общем если посмотреть по всем сервисам да то в общем игр накуплено в общем 1380 штук со всех сервисов со всех с эпика со стима с батл на это с оригин ну сейчас я play называется юбисофт ну и xbox playstation там присоединена вот ну в общем как то так когда это все проходить я не знаю в общем хочется конечно и в новый поиграть но столько короче накуплено и не пройдет это просто обалдеть серёга ты здесь же на стриме как у тебя дела как отметил встретил а кстати я смотрю это там взялся эту uncharted коллекцию все-таки решил зарубиться да я думал не будешь на на плоте на 5 либо в на блоке у тебя там все трофеи выбиты на в общем но такая вот тема это помимо всяких там сталкеров у нас модов до фоллаутом в этом году еще хочу так давно играли фоллаут 3 поиграем обязательно фоллаут проходили фоллаут 3 но фоллаут 3 я хочу перепройти тогда первый раз когда я проходил его мы как-то его пробежали ну чисто по сюжету я не углублялся там по карте но в этот раз я хочу поиграть в модифицированную версию там с лучшими текстурами уже с полной с полным переводом ну и короче со всякими плюшками плюшками и на фи фоллаут поиграть new вегас поставлен за этот год надо и два пройти еще fallout 2 у нас на прохождение ну разумеется с тактиксом вот и на new vegas наконец-то выпустили озвучкой блины 8 лет делали полностью с дополнениями со всеми тоже народ кто-то ругается кто-то нет но короче как бы мне прям я посмотрел мне понравилось да и вот так на всякий случай вдруг санька что-то случится ты валендаешь это где взял декорде купить за сколько кстати я этим ребятам то писался ну ну который мне ссылку давал в общем как как сказать так чем уехал куда-то в общем писался ребятам и как бы сказали они что blizzard овский ключи и прочую тему можно только активировать не на русский аккаунт вот ну в общем создает ну предлагают предложили там создать аккаунт где-то создать другой стране ну вот через vpn через костыли но это такая тема там же стимбай а всем базе ну кстати у них берет ну кстати там поглядел чем цены конечно дороговато спасибо чем лучше вот дальше короче больше всех по времени чате поддержал в общем посмотрела я статистику твича но если не брать всяких вот таких вот залетных людей которые пришли ушли но конечно же серёга был забегает радует что добра бывает на стриме редко но если зайдет как по крайней мере общается всегда нормально вот виталика был за год это из тех которых друзья знаю пару раз данте раньше очень часто сидел по не точь на всех стримах сейчас к сожалению на другая работа он кончил пропал пару раз на что-то играли и в общем вот ну и в принципе ну орешек было дело забегал несколько раз и на этом все остальные у меня все и так поеду ну те люди которые со мной уже с 2015 года недавно и мы лично общаемся серёга кстати если кто хочет поговорить дискорде там поздравить не только меня как общаться в эфире без проблем давайте поболтаем вот и в общем но все остальные новенькие сейчас лучше дальше расскажу новеньких и не новеньких ночи ночью сервере и статистики будет серёга добрый там самый больше всех поддержали статистика пуча вот события года в общем но тут маленько подробненько углубимся удержался в закрытие канала в общем тема какая в начале года опять же да тоже со мужик так по теме что продажи playstation и так далее ну кто знает да у меня была работа работу я потерял я сидел долго без работы уже прям пикет чуть ли не на лапше китайской там парился ну думал что-то делать короче искал 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 короче ничего не получалось толком хорошо вот серёга поддерживал как бы и даже когда я просил беру что уже есть нечего тоже поддерживал прямо спасибо большое и в общем я так подумал ну устроился думаю на что-то делать вот подустроился в эту тачку значит первого у меня поломка была в начале года ну в принципе было это уже как бы до этого же у меня уже двигатель в машине масло подглядал как бы там домин надо было делать капитане денег небо в общем был январь мороз в общем еду на машине у меня короче как все загорается с под капотом в общем все печка холодно но очень меня думала так что короче прорвало два клапана у двигателя разбирается что такое снизу есть четыре клапана то есть два клапана дырки короче все как потекло у меня не масло утекло в антифриз ну понимаете да все машина встала и короче ну в общем мне сказали уже не ну я конечно же отвез сервис там сюда боксировал это было еще ночью короче полнота него ну не суть как бы все и мне сразу сказали двигатель контрактный как раз вот началась вот эта тема со спецоперации да и сам узнать не хочется трогаться трогать как бы ну сами значит происходит на 8 мире вот цены взлетели в космос в общем не успел я взять двигатель когда он еще там стоил там 30 тысяч рублей короче ели на разборке ну во первых я не хотел как нам на двигатель какой-то ну их много разборок на разных и цены везде разные и в то время резко давать цены расти и в общем у нас городе много сбок ну я доверяю как бы мне не всем все но какие-то кто-то разбирает здесь кто-то сих пор не привозит вот кто вот продажу с документами именно с документами по разборке я нашел только две у которых есть подтверждение того что действительно до двигатель разобрался в японии привезем сюда есть документ на пробег ну вот короче в общем пришлось залезть кредит тогда взял кредитную карту в общем там на 50 тысяч почти у меня вышла замена вот и его там долго вину и тогда я сразу принял что вот как пошел такси работал ну долго не было стримов ну как бы некогда было стримить пока углублялся разбирался очень сможешь зарабатывать нельзя как бы ну такое себе тоже только на хлеб вот и самое веселое произошло у меня я не знаю то ли черная полоса то ли чё за фигня короче это было уже весной также еду короче ночью еду припарковался возле магазина ну то есть как бы перед он стал как бы чтобы заодно выезжать вот выхожу с магазина ну это было ночью причем возле дома здесь недалеко круглосуточный магазин включаю заднюю не то есть пищит короче и все приехал ну и так и сяк короче не как ну и в общем там пока возился бегал там мужики стояли на машинах подхожу к ним мужики давайте меня оттолкните хотя бы что-то куда вот за него все коробка умерла зашибись думаю я только-только начал с двигателем тогда уже под рассчитываться да то что кредит как бы надо закрывать в течение 120 дней не успеешь закрыть да как бы у меня там на полтинник долгу вот ну и короче пипец но благо там есть у меня один знакомый ну из родственников который мне помог очень хорошо по денежке когда ну как бы я ему уже отдал он сказал когда сможет быть сможешь в общем там под занял я как бы кредит закрыл в общем коробка ломается буквально вот только двигатель поменял когда я узнал это уже было летом начали ну то есть в конце весны когда я узнал сколько стоит коробки я офигел дороже двигателя короче там 7080 выбора нет или машину про одну я еще тогда еще помним и стриме говорил как бы то ли продавать машину ну или только за копейки ну кто и без коробки на возле слова на состоянии делать как мне сразу сказано это не без ее в сервис там где у нас есть крупный сервис красноярский по коробкам не сказали ну в этих машин поиску только контракт перебирать смысл переберем за те же деньги чуть дороже но запчасти будет китайские где-то японские какие-то надеть на что-то поэтому без варианта ну короче пришлось но только-только закрыл ему там под этого лся пришлось брать второй кредит ну там кредит вот как раз очень знакомый ну потом я еще там взял кредит банки как бы ну вот короче очень подводит меня машина на такие деньги на сотку короче денег это еще там помимо подвески всего прочего и плюс в общем как бы я стримил стримы были редко вот серёга был у меня на стримах до соврать то есть принципе ну я смотрел что по сравнению с 2020 годом именно когда у меня тогда с квартира я год не стримил до того как я год не стримил всегда были на стримах ну люди ну с кем мы общаемся дискорде общались и прочее потом год я когда не стримил решался и филипин жилищная проблема и начал стримить и как-то 2021 2022 у меня просто стримы сошли на нет но не только у меня как бы это все дело я смотрю что в чатике 12 человека за все зависит то есть мы можем просидеть вот вот девять часов драгонейш три человека то есть показывает среднем где-то на твиче статистика около 200 человек приходит никто не подписывается и в общем я об этом давно уже думал потому что например когда начался катавасе ну и не только закрыт там youtube отменил монетизацию до twitch отменирум записаться что там датрова куда-то убежал до сюда короче вот едут те ребята с которыми мы общались да вот из самых каких-то в которых мы плотненько общались вместе карабандрировались на стримах до друг друга поддерживали в контакте в группе друг другу ссылки кидали так же конечно с просим и кадрами сотрудничал вот это у нас был робосерк тиви если кто-то помнит такого феликс тиви red mask был но маска знали как бы ну и многие-многие ребята короче они ушли еще в 2020 да как бы но я с ними много разговаривал как но они еще одно время приходили нас и мы полностью удаляли свое видео с ютубов это ребята у которых статьи стримы впервые более побольше людей собирались на среднем по 30 человек 50 вообще за 400 то они все закрыли короче с ними общался сказали деградировать в игрушках короче потом рашен юзер вот например тоже долго-долго занимался этим делом также ушел в 2020 ну когда вся вот эта катавасе началась да с закрытиями прочее особенно когда монетизацию брали чушь говорить то есть например у меня в среднем до 1000 подписок да в общем можно сказать где-то 1200 канал у людей там десятки тысяч подписок это не закрывали свой канал и полностью во-первых нету заработка это раз во-вторых как бы люди разбежались куда-то 2 те которые люди поддерживали тоже ушли это как бы три ну и в принципе что развитие как бы нет все это как бы стримерская вот эта вся движуха была в среднем вид из 2000 где-то четырнадцатого года когда вот подняли свое время там всякие вот мэдисона да как бы прочее вот это они сейчас у них на стримах идут сами жесткие потери сиральше не там по 5000 по 8000 собирали среднем онлайн а то сейчас две тысячи полторы тысячи как бы под конец стрима ну то есть как бы стриминг в этом плане конечно же попер вниз ну потому что игры как бы уже стыну с именно стриминг игры как бы начал стухать вот летсплейки также многие как бы по уходили но я так думал думал об этом тоже ну и в общем тоже думал короче все это дело нафиг свернуть удалить как бы да ну то есть остаться с друзьями в дискорде но плюс там у нас есть свой чат в телеграме примере и все то есть а с другими ну как бы смысл что другие все равно люди не приходят не поддерживают как бы или там придут 1 3 месяца партнер напишут чат просто делаю с такой семьи ну и я уже думал все как бы закрыть плюс вот эти все на меня еще пошла к это вот негативная полоса вот это попаду на деньги как бы попал да и сказать великие там деньги до 100 тысяч рублей но попробуй найди на дороге не валяется ну вот и в общем я тогда когда плойку продал рассчитался с кредитами я думаю все андре тоже хватит короче ну постримил 10 лет до завязывать но благодаря как бы своим друзьям ну кто мне поддержит конечно серёга вот орешек но лёха максим к вот я как бы отписался с кем с двумя я поговорил с остальными нет ну и они говорят ну в принципе мы тебя смотрим серёга я вот еще не разговаривал как он на это относится другими разговаривание говорят в принципе приходим денис как бы говорит да андрюха продолжает то есть принципе столько лет занимался смысл дать но уделяя этому конечно не столько времени как раньше там по 70 игр до в год ну вот получается по 21 но вот значит такие вот новости как ну я так подумал думаю ладно окей ребята все-таки приходят поддерживают ну как я могу придать это не вариант пока в общем поддерживаете то есть приходите думану значит будем потихоньку как бы уже не как раньше да там в 2017 году собирались каждый день по 8 часов старались да там по 10 часов стриме сейчас конечно нету последние вот эти вот стримы такого dragon edge меня что-то перепрохождение за заманил на 10 часов как бы и но и diablo тоже неплохо во всем остальном ну конечно же как-то короче стрим пошел на ум вот опять же все это и статистика канала показывает вот дальше короче сериал года на канале но иногда я смотрю космос последнее время наверное года и где раньше вообще никогда не смотрел одну и как бы космос понравился да но я как-то не увлекался последнее время увлекают всякими и зарубежными в общем то делать всяким контентом ну и нашим короче всякие сериалы про космос и прочее иногда запускал в закрытом доступе на гудгейме ну кто ко мне приходил тот видел по ссылке но потом у меня было дело что короче канал будет гейм за баню полностью но это дальше расскажу вот фильм года на канале ну в общем это бои мы смотрели тоже в закрытом год доступе на гудгейме и последнее время начал беллатор смотреть и все бои как будто это все но думал может он можно думаю как бы встретим стримить закрытом доступе а нет нифига короче нельзя нигде не вещи и короче даже закрытом доступе меня блокнули ну ладно думаю окей короче блокнули блокнули потом нибудь гейм восстановили но это есть вот на статистику посмотреть даже с прошлым годом youtube набрал в прошлом году было 890 подписчиков то есть принципе за года но не очень интенсивности как бы всего 950 то есть меньше всего 2022 год как подписчика вообще самый маленький на твиче было подписок 400 тоже что-то 500 подходила как бы ну тоже немного из тех людей которых подписали друзьями даже вы не стали зрители пришли вышли и гудгейм канал было вообще 248 подписок за год с гудгейма наоборот подписались представляете 18 человек 230 подписок это конечно но жестко друзья на гудгейме почему-то у меня статистика шла не вверх а вниз и минут ну и плюс блок этот еще можешь с блоком как бы там что-то подписались ну короче там гейм конечно вот так произошло вот такие вот дела так а шею не пишем смотрим все чате там не все стрим все работает без косичков далее игра года в общем игру года я и всех тех которых играл много было таких интересных да там bloodborne платья на энчард это все понравилось но больше всех не понравилось и конечно же он ворус игра старенькая из девяностых и говорится так сказать но мне больше всех она зашла как бы я уже два раза сразу пошел причем все два раза на стриме с полным прохождением как бы мне понравилось обязательно мы проходить дополнение вторую часть провал года особо на в этом году как бы провала не было никакого но принципе мне не зашли мамошки который я играл который я играю на мобильном маномбильном я играю в две игры и это это black desert мобайл он дэнс эмбер и как она про девочки геншин геншин сейчас уже подзабросил играющих больше в 1 c бар но не суть вот когда разумеется ночной работе и в общем попробовала я буду дэнс эмбр поиграть на пк не зашли короче не зашло жду diablo immortal в общем на мобильном там посмотрим короче но вот на пока она мне больше всего не зашла не знаю ну на мобильном нравится на пока играть топ любимых проектов принципе остался тоже ничего не изменилось также мне масс-эффект трилогия не успела я к сожалению купить и масс-эффект которые как бы сказать remastered версия но в принципе можно взять подписку я там она play называется либо я play pro не помню точно и там атмосфер принципе включена уже поэтому смысла я думаю покупать нет можно будет взять подписку уже подписки поиграть и подписки пройти но перед этим у нас еще было дело когда у меня блок или youtube у нас на пройдена третья часть кстати мы в 2021 начинали не до прошли посмотрим не знаю не обещаю и первую часть но разумеется на которую ремастер да но насчет еще я начинал с модом поиграл сам дошел там не знаю будет ли стрим по модифицированный а вот мод есть хороший возможно будет короче теле dark souls у нас не матче будет мелькать вот stalker разумеется уважаются себе stalker потому что не говорил даже сейчас происходит ну как бы тут еще там духе ты ну мне нравится вот resident evil не без этого как бы резик можно было даже на первую часть поставить резико будут играть буквально вот в начале года у нас будет сейчас не будет пока говори какая игра но очень резидента вот assassin's creed в этом году блин столько игр за планирую меня по списку если я похоже прочитаю но очень у нас синдикат на прохождение и на прохождении после синдиката по режим ну конечно же все на сто процентов не знаю когда но в общем вот далее он там прайдер там прайдер тоже будем дальше продолжать там прайдер у нас классические версии прошлет недавно кластик с модом сейчас вторую classic с модом тоже планирую на днях вот и и из 3d шных новых там прайдеров я поиграл только в 2 этот прайдер по 16 года 18 и новая выходила еще какая-то версия помню серёга мне дарил потом ее в эгэси вот в эгэси раздавали полную трилогию ну короче в общем прайдеру мы вернемся финал фэнтези ну из классических версий мы остановились на восьмой да пошел слух что есть ремейк хотелось бы еще попробовать 13 10 русификаторы наконец-то уже есть в финалке обязательно когда-то вернемся но на финалку надо очень много времени ну в принципе и как и на любую другую большую игру далее fallout ну в общем по плану fallout на этот год это вторая часть 3 и ну если не у вега с успеем с русской озвучкой захватить будет вот gta ну в общем пятая часть пока точно нет на прохождение вроде как опять же есть слушок что хотят пятую часть озвучить было бы неплохо вот но готовятся озвучки 3 вайсити и 7 который еще одна часть вот к ним тоже обязательно как бы надо делать озвучками поиграть но san andreas сперва без озвучки с которыми пройдем вот дальше сибирь на себе которая игра как вы знаете да к сожалению царство небесное разработчику вот вышла 3 части 4 1 2 мы с вами когда-то на стриме прошли очень давно вышла 3 части потом 4 3 у меня куплено 4 по моему не тоже обязательно это будет поиграть и я смотрел я их как бы смотрел много плотненько на стримах мне зашло говорят игра именно ну именно 4 как бы хорошего 3 говорят не очень ну как бы мне понравилось ну разумеется не первая да самым как ни крути топовая но все-таки труда очень надо будет поиграть далее покупка года для стрима но в общем когда я подрассчитался с кредитами со всеми закрыл полностью двигатель обвеску в общем коробку когда мне на карте оставалось там небольшая сумма денег ну короче потом 10 тысяч я думаю что надо что-то бы приобрести для пк как вы все знаете у меня был во первых м.д. выпустила новый райзена до 7 серии 7000 ну там только на 5 платья у меня как бы м4 старых еще бы 350 у меня был райзен 1700 когда-то очень давно благодаря вот донатом поддерживал в общем я откупил райзен тогда 1700 вину и он нам ну не отработал он я его купил 2017 году это вот 17 18 19 20 21 два ночи пять лет отработал райзен 1700 и в этом году решил ну я решил все таки процессор надо поменять потому что в бонус ну более таки полскульных играх конечно все работает но чуть запусти новую игру все начинает как бы и стрим фризить у меня еще плюс 2 монитор есть и там все начинало лагать и так далее думал пора сменить процессор и вот на этой распродаже на алиэкспресс я решил приобрести себе разин 5 700g магазинов он стоит 30000 как бы рублей на алиэкспресс на распродаже там с купонами по акции он не обошелся значит по в 11 чем-то и плюс я ищу свой процессор продал как дорого конечно ну в общем нормально мне конечно говорили там я со знакомым советовался какой взять 5 700g или 5 700 x он мне сказал так 5 700 иксом как бы помощнее но не так чтобы намного и плюс если ты не планируешь менять на материнскую плату себе там потому что ну есть отличие короче не будет сейчас ключа там процессор говорить в кое-что по мощности он такой же как 5 700x но у этого есть встроено видеоядро на этом встроена можно видеоядре играть на минималках и на средних настройках играть в игры в топовые даже gta 5 идет на высокий вот такой в общем там видеоядро довольно крутое ну и сам просто нормально и сейчас стоит радует 5 герц скорость у него ну вот эти вот 5 райзена как бы хорошим мы прям надеюсь что теперь на стримах не будет все так влагать как вагала короче раньше приятно ты кто а ты на дамике таких вопросов на стриме не получал привет дед мороз вот в общем это была единственная покупка а ну ну еще как нишка трус мышка купил ну то есть пока на этом в этом году всего прошлом году у нас был геймпад xbox сервис с который новый контроллер в этом году как бы поменял процессор ну кстати если у кого-то им дешевле не толсткие процессоры например м4 или м3 можете спокойно брать то есть 5 серия все работает ничего не греется как все хорошо то есть это лучше как грейд на данный момент но единство что да у меня сейчас видюха 2060 супер 8-гиговая но уже не хватает вместе сильно новые игры играть хватает но только когда ты запускаешь стрим у тебя система сразу грузится но бс в среднем 30 процентов 40 его стрима всего съедает поэтому вот как то так далее лучше онлайн игра канала ну больше всего мы повеселились понравилось мне как мы поиграли вален колониал marines было весело и 0 вот надеюсь в этом году уже в новом не знаю серёга здесь здесь можешь уже убежал что вернемся мы с ним детально надо все-таки до пройти может быть не ближе там я не знаю к лету или к весне устроим это дело но надо да пройти все таки а то остановились как не дело но как бы я выбрал для канала конечно лучшую пинц далее вопрос года в принципе именно из забегающих таких людей которые прибежали убежали во все года было с 2014 года что я стрим или вы всегда спрашиваем чем стримишь где стримишь там кому в чате там отвечаешь и так далее сразу говорю что это стремлю бсом стрим ли я на твиче стримлю я на гудгейме на канале идет сразу стрим ближе на ю тубе кстати да стрима к сожалению пока нету и в принципе на youtube я стрим выводить и не планирую хотя у меня больше всего подписок на youtube я понимаю что сейчас если был youtube у меня был бы больше в чате как на ю тубе есть люди которые упорно не хотят переходить на твиче таких даже людей знаю но на youtube проблема в том что именно настройки abs а для ю туба и для и для твича с вк лайвом которых новый сейчас канал они разные плюс последнее время не только это у меня это и у многих людей которых вот я сам на youtube смотрю youtube начал лагать я не знаю чем это связано может это в россии у нас так может что-то с серверами они там сейчас тестируют тестируют новую технологию стрима в бс в новом 28 версии появилась с hdr там с плеером в в в h1 какие ну короче что-то на ю тубе в общем косячить то есть фишка в чем или стриме чисто на youtube но тогда не стримить на твиче на вы кашку на гудгейм или стриме чего что настройки твича в экологии гудгейма они совпадают полностью ну даже рекомендованные со всеми сервисами поэтому youtube как бы на youtube общем я буду только записи потому что когда я начинаю запускаю стриме на youtube и на twitch и даже после стрима когда я смотрю свой стрим проверяю качество и ну такое дно сожалению на на ю тубе из-за настроек потому что не те ну пусть там и профиль надо другой и трансконник надо другой но именно для youtube и поэтому как бы нет то есть делать плохое качество я не хочу поэтому для вас только записи приходите лучше на vk play сейчас запустилась новая платформа сик увидел сейчас еще раз покажу так в общем вот вк play life значит чем-то она очень подходит или на youtube в общем тут можно вот примеру отматывать трансляцию пусть это как бы такой плюс есть приложение тоже как бы плюс хороший тут же можно сразу и там пусть и поддержать на пусть и мне канал есть но я там не делаю подписок и прочее лучше как все поддержать или через донат пэй лучше всего через донат пэй ну или через доношу на мертвых не важно если будете череда по это будет уведомление череда нашим алюстом но фишка не в этом как бы ну то есть вот такой вот канал здесь вот так же есть и клубами стримеры в которых я вот из тех смотрю дэзи рубли жулия мэгис игорь века вот развиваются знать что мне нравится вк play это во первых что сервера находится в россии это 1 сервера находится в моем городе это 2 то есть сюда можно запускать высокий битрейд это можно здесь стримить и то есть когда здесь появятся записи на выкоплей скорее всего я уйду полностью на выкоплей потому что тут можно стримить 4к но это уже после как говорится посмотреть настройки так сообщество так ступика а еще плюс они начинают поддерживать короче всякую тему вот сезон завершил я кстати не все сердца не набрал ребята секунду есть возможность сердечки там вы кашки прожимаете он заработок ну и прочим но и все короче в любом случае как будет стриме как бы может всякие пупки делать но это ладно не в этом дело я хотел показать делами вот качество а вот держку тех поддержка блин не помню ребята ну как бы не суть в общем чем-то походит на твич то есть вот игры разделены по категории можно выбрать игру там я не знаю вот этот трейдинг да то и заходим и вот ребята здесь стриме от любого как вы спускаешь тут чем-то так плюс за просмотр здесь какие-то дарят и дополнение игрушки я так понял что вы к плейтом объединилась mail или с кем-то там могу ошибаться кстати эти вещи как бы я здесь принципе для тайланд нормальный на геймпаде играть до серега надо обязательно этот деталям надо обязательно до пройти пусть прям вообще по любому стопаться так а где у меня где-то короче не помню я но не суть ну короче в общем чем мне нравится вы кашка что можно именно вот будучи как бы из-за того что в сервера во первых здесь ну пусть там людей не так много но лучше всего собираться всем подписаться на vk play поставить приложение поставить уведомление начале стрима я еще надо сам даже как бы тестиру замечаю что на vk play play значит уведомление приходит сразу но у меня по крайней мере так на ю тубе в среднем где-то после 10 минут приходит уведомление начала стримов приложения на твиче где-то минут пять среднем но это все от серверов зависимости от дальности и вот это вот все вот так вот такие вот короче дела геймпад стрима да ну также остался конечно же xbox series x контроллер вот разочарование года это конечно же good game ну в принципе я там сам как был неправ ну потому что ну да я получил блок канала за то что стримов закрытом доступе меня даже особо никто мы там сидели один человек вдвоем человеком как бы больше никто это и не 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 приходил короче но такие вот дела но вот короче такие вот итоги года в общем как говорится не не вырегут как раньше да было лет пять назад но в принципе и неплохо неплохо конечно очень жаль что многие ну и люди которых муски мы стримили вместе там с они стриме ясными побросали это дело и побросали делать видео но мощь как-то я вдохновился и буду дальше продолжать не знаю чтобы в двадцать третьем году уже не был как говорится загадывать думать как говорится время покажет все таки вот как я и пишу да как моя фраза фирменно знает она мне как бы уже из года в год что жизнь самая сложная стратегическая игра непрощайшая ошибок и время здесь самый ценный ресурс даже так что я как получается уже с тысячи 14 у нас наш на сердце 23 10 лет то есть десять лет прошло как мы уже с вами со многим и мы собираемся уже вот например серёгой по 8 лет уже вместе представляете да столько лет прошло как бы вообще молодить поэтому не тратьте время зря в общем забрасывать я не собираю не собираюсь ну и интенсивности в общем большой конечно же наверное не будет то что в этом году конечно надо обязательно это что-то решить вопрос вопрос у меня ну наблюнут например на январь я начал уже решать вопрос машины все таки как бы там личные дела и вопрос с работой на работу все таки я хочу найти дневную потому что работать ночами вот это все уже как бы такой семья как во-первых и надоело и по здоровью мне уже не 20 лет как бы до ночами не спать и в общем примерно плюс-минус в это время где-то если что найду работу днем вот в это время буду стримчики запускать пусть они будут не такие длинные ну в общем они как бы будут по любому далее в общем сегодня сейчас буквально после небольшого перерыва продолжим дальше в общем с ребятами стрим я оставлю на vk live далее посмотрим короче всякие ролики новогодние там при новогодние посмотрим я готовил пару фильмов вот если кто желает со мной посмотреть добро пожаловать посмотрим но а для youtube как говорится и также запись ставлю вконтакте в общем спасибо большое друзья за поддержку также привет ребятам с ютуба с моего кто-то так упорно не хочет приходить на стримы и подписываться на другие каналы в общем приходите ну и также по поддерживать донатом и прочее в общем приходите на vk live подпишите пусть что в этом году в двадцать третьем как сделают они записи эфира то и скорее всего я перейду уже полностью на их не канал и плюс там пока пока да все-таки это везде так более площадка разрешает тоже не нарушать конечно правило никто не разрешите там бегать как дурак себя вести как голодом и так далее да но в принципе можно посмотреть и фильмы можно послушать музыку и приятное время провести смотрю в дискорде никто не заявил желание пообщаться подрать ну да ладно еще раз поздравляю друзья с наступившим двадцать третий год дай бог как говорится все вернется на круги свояк игровые компании вернуться до вернуться также и и ребята наши из других стран с которыми мы общались да не будем эту тему касаться но в любом случае земля крутится мир идет чтобы дальше неизвестно но в общем как бы держимся очень приходите подписывайтесь и спорт группа вконтакте берегите себя самое главное здесь